Ребята, всем привет! С вами Александр, Мир Южского периода и сегодня мы будем знакомиться с таким интересным динозавром как Стигималох. Стигималох это родственник пахицефалозавра Толстолобова, динозавра которого мы могли встретить в фильме Мир Южского периода 2, который проломил стену и помог сбежать Клэру и Оуна из заточения. Жили Стигималохи на территории древней США и Канады. По одним данным это было 80-70 миллионов лет назад, по другим же данным они дожили до конца эры динозавров 66 миллионов лет назад, тем самым делили одну и ту же территорию с тираннозаврами и его родственниками. Название Стигималоха происходит от двух слов. Это Малох и Стикс. Малох это древнее божество, жестокое, которое можно назвать дьяволом, а Стикс, ну это всем известная речка. И таким образом можно перейти его название как Дьявол из речки Стикс. Первые окаменелости были найдены в 1957 году в Чикаго и в бедренной кости Стигималоха был обнаружен зуб хищника. Этот хищник был Дейноних. Сразу становится понятным, что они были довольно легкой добычей для таких умных стадных хищников, как Дейнонихи. Самая вырождительная часть Стигималоха это, конечно же, его голова. Длина его черепа составляла 46 сантиметров. Купол у него был не таким толстым, как у пахицефалозавра, но его венчала корона из шипов. Самые крупные шипы достигали в диаметре 5 сантиметров и длиной могли быть целых 15 сантиметров. И были они в окружении еще двух либо трех более мелких шипов. Также у него была довольно узкая морда. Стигималох является довольно крупным пахицефалозавридом, но в то же время он значительно уступает размерам пахицефалозавру. Передвигался он на двух лапах, передние лапки у него были довольно короткими. Также он имел довольно мощный и крепкий хвост. Окаменелости было найдено очень мало Стигималоха, потому вся информация по нем очень приблизительная. Предполагается, что рост его мог достигать 90 сантиметров, длина от 2 до 3 метров и масса тела составляла 77-91 килограмм. Из-за наличия довольно крупных шипов вокруг его головы в 1896 году его даже приняли за разновидность Трисератопса. Но эта информация не стопроцентная. Еще, ребята, встретил вот такой вот забавный арт, на котором изображены Стигималохи, которые карабкаются по отвесным стенам. Вы можете сказать, что не, не, это фигня, короче, кому-то что-то в голову стукнуло. Но я уверяю вас, это совсем не так. Эта картиночка была нарисована вполне с реальной фотографии, на которой у нас изображен горный козел. Да, вы можете сказать, что нет, это горный козел здесь тоже как бы случайно оказался. Но нет, вот смотрите, ребятки, что могут творить горные козлы. Так что, если включить фантазию, можно представить, ребятки, все, что угодно. И даже отсутствие гравитации для этих козлов, а может и для Стигималохов. Как вы думаете, могли ли они такое сделать? Пишите в комментариях. Ну, а наш Стигималох, ребятки, выглядит именно вот так. Вполне себе правдоподобно. Ну, в фильме, правда, у него, по-моему, была голова как-то побольше, существенно побольше. Но в целом абсолютно соответствует, в общем-то, научным данным, так сказать. Большие шипы вокруг. И также, да, там шло таким вот треугольничком, прям на нос шли шипы. И на носу тоже был маленький шип. То есть, такая информация тоже есть в описании данного динозавра. Давайте смотрим так. Первый уровень. Десятый уровень. Двадцатый и тридцатый. Показатели, как мы помним, у него довольно хороши. И нам что нужно сделать? Нам нужно сделать ему прокачечку. Давайте сделаем качечку на прокачечку. Сделаем парочку тридцатых. Потом пойдем подеремся. Сделаем сорокового. И еще раз подеремся. То есть, по нашей классической, ребятки, схеме. То есть, мы уже с ним знакомились, да. Выходила на прошлый, ну, недельку назад. Ознакомительная серия. Так что, тоже можете посмотреть, кому будет недостаточно боев в стиге Молоха. Там мы сражались и десятыми, двадцатыми, тридцатыми. Да, по-моему. Всеми, короче, сражались. Ну, сейчас мы повышаем градус. Повышаем силу нашего стиге Молоха. Ну, и так вот он бодается головой, да. Ну, вполне неплохо так разбрасывать людишек на аукционе. Так. И делаем сразу с него тридцатый. Конечно же, он был у нас травоядным, да. И его любили кушать всякие там драмиозавриды, а-ля Дейнонихи. Ну, конечно, имея там 70-80 килограмм веса всего лишь. Догнал, значит, съел. Ну, конечно, он вот так вот. Видели такое движение головой бодающее? Представляете себе, он какого-то там Дейнонихи или Велоцираптора. Они что-то не крупные. Он мог насквозь черепушку проколоть вот таким вот движением. Своим шипом на затылке. Вот так вот. Да, очень грозно. Очень грозно. Но против нескольких, конечно, он вряд ли устоит. Но дать отпор одному какому-то Раптору, это без проблем. Итак, у нас есть два стиги Молоха. Тысяча удара у него. Ну, помчались, ребятки. Заходим, как обычно, в наши битвы. Сила удара 1000. Так, ну вот где-то здесь они должны быть. Вот, 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 два. И, кстати, вот так вот, как они стоят, так мы их и возьмем. Вот, 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 вот. Погнали. Тест-драйв устроен, но Мастодонзавр защитит наших стиги Молохов, если им потребуется защита. Так, так, так. Тут вариант. Либо пожертвовать стиги Молохом одним, либо жертвовать Мастодонзавром, но как-то не хочется. А вот теперь захотелось. Изи катка. То есть у него, конечно, там Зухарептёр, который, ну, это я специально-то говорю, Зухарептёр. Короче, который нас легко завалит за два удара, да. Ну, посмотрим, что он сделает. Мы-то по-любому все баллы будем переносить. А, какой красавчик. Ну, да, он 4 в щит поставил. Ха-ха-ха, это было зря. Он подменился. У него 3 балла осталось. Так, раз, два, три. Он покойник. И раз, два. Давайте два. Отлично! Я просто наванговал. Не буду атаковать. Мы накопим на максимальное количество ударов. Он, думаю, сейчас нас проатакует. Заберёт одного стеги-молоха, а его растопчет второй. Просто как тараном пробьём его навскость, как стену в фильме. Ну, его тут ничего не спасёт. На что он рассчитывал, непонятно. Эх, красавчик! Молодец! Крутим волшебную рулетку. И получаем волшебный бифштекс. Так, ну, отбивную, так сказать. И идём к нашим стеги-молохам. Начинаем эволюцию незамедлительно. Так. Раскраска стала какой-то бордовой, по-моему. И шесть звёздочек у него будет. Так. Ну, чё стало? Роги стали длинными, ребята. Роги существенно подросли. Так, давайте будем его сейчас разглядывать. Подросли роги. Вот эти вот стремина появились, так сказать. Как они там правильно называются? У наездников на лошадях есть стреми. Это-то куда много уставляешь? Шпоры, точно. Вспомнил, шпоры. У петухов тоже такие когти бывают. Их называют шпорами. Но шипы явно выросли, существенно выросли. Это да. Ну да. Так легко и проткнуть. Можно и с Трисаратомсом перепутать. Да, как в 1800-59 году сделали. Если эти рожки особенно лежали как-то отдельно. Хотя, может и нет. Смотрите, да, да, реально. Если представить себе голову Трисаратомса уменьшенную, да, то как бы на 4 лапы его посадить, то да, вполне себе нормальный. Клюв есть. Это типа какой-то а-ля панцирь небольшой, там шипы троллевали. Прикольно. Можно перепутать, да, было. Так, ну полтора миллиона просит. Почти два миллиона, чтобы его покормить. И какие у него теперь показатели. У него был и клюв, и зубы, кстати, да. Я, может, не сказал. Или где-то это читал. Так. 4 788 житла и полторушечка сила удара. Ну, идем незамедлительно его тест-драйвить, так сказать. Полторушечка. Ну, конечно, не шибко, там супер-пупер много, но тем не менее. Ммм, Иоламбия посильнее у нас считается, да. Предлагаю взять Иоламбию. Так, Маст-Пристазуха возьмем и Стигималоха. Погнали. Так, против нас не менее грозный Унайринг. Ну, у него там есть и Раджик. Он сейчас, конечно же, подменится. Ну, у нас, ах, смотрю каждый раз на эти вкачанные ноги, Иоламбия аж завидно. О, противник, моя школа. Молот Тора, кстати, сегодня посмотрел Войну Бесконечности только. Мне понравилось. Мне понравилось. Смотри, мы прям идеально, один в один повторяем действия друг друга. Тор, ты случайно не мой ученик? Подаван. Ну, если Тор он, то я тогда Один в данном бою. Так, 7 баллов он потратил на это все дело. Че ты смотришь, чтобы завалить нашу Иоламбию? Но я так точно не учил. Тратить все баллы на максимум, это не наш выбор. Их достаточно двух поставить в защиту. Мы его за 2 пробили. Раджа Стега нас никак не пробьет за 2. А еще, даже если он подменится на Крутозавру, у него останется всего лишь 3. И сможет он протековать нас всего лишь на 1 балл. Ну, сверх защиты. А, вообще даже, все, даже 4 балла не было. Вообще бесполезная, короче, была тема. Мы сейчас вызовем нашего разрушителя стен. Постараюсь его сохранить. Ну, наверное, вряд ли получится. Он перенес 3 балла или 2. Сколько там ты перенес? 2 балла. Ну, да, пробьет, к сожалению. Но если право атакует по полной. А-а-а, не пробил, не пробил, не пробил. Прикольно. Ну, и я его сейчас не пробью. Ну, я специально, я могу, конечно, и баллы перенести. Но я хотел, чтобы как можно больше баллов потратил именно Стегинолог. Он атакует на 1, но это его никак не спасет. 3 балла в защиту. Его никак не могут спасти. У нас там идет Перестазух, который изи его прокусит. И сейчас мы, конечно же, забыл показать вам, что же нам написали в четвертом пункте. Может, что-то, чего я не знал. Потому что, да, скелетов полных Стегинологов нет. Есть фрагментарные находки костей черепа и, в общем-то, других костей. Ну, типа бедренных, где нашли зуб тронитрадона. Не, не традона. Традона. Ладно. Так. Закрываем. Какого-то, в общем-то, драмиозавра. Так. Фыркать. Не, не агрессивно. Кстати, да, я забыл, наверное, забыл, ребятки, с вами обсудить момент, да. Могли ли пахицефалозавры бодаться вот так вот головой? Ну, на самом деле, вряд ли. То есть, вряд ли у них достаточно крепкие черепушки, чтобы так бодаться. Ну, в случае с... В случае с... Именно с Тегимолохом, так, шипы вообще недостаточно крепкие. То есть, если бы они так бодались головами, шипы бы просто поотбивались бы моментально. То есть, удар шипом в такую вот черепуху толстую просто его вырывал бы с корнем или бы обламывал. Так, что это маловероятно. Скорее всего, это для украшения и для самообороны. То есть, там, пободаться с каким-то раптором, это да. Но с кирпичной стеной это бы вряд ли. Также еще информация была, забыл вам тоже там рассказать в начале, ребят. Ну, кто досмотрел до этого момента, ставим лайк. У нас перевалило еще немножко информации. Что... Все вы знаете, еще есть такие существа, как дракорексы. То есть, это... Они похожи визуально на Стигимолоху, только чуть поменьше, да. Дракорексы вообще... Там, отчасти, там, 50 на 50 теория. То ли они самостоятельный вид, то ли это просто более младшие Стигимолохи, либо, допустим, Стигимолохи женского пола. То есть, непонятно. Да и самих Стигимолохов тоже некоторые ученые считают подростками пахицефалозавров, у которых, может, там, типа, с возрастом отваливаются шипы. Ну, короче, есть такие вот, ребятки, теории. Так, ну, а мы забираем награду. Шипы на спине Стигимолоха меняются с возрастом. У молодых животных они заметнее, у взрослых короче. Вот, вот, вот. Кстати, эту информацию я не прочитал. Ну, на русском языке там вообще информации мало. Я прочитал три источника на русском языке. А вот на англоязычном ресурсе я там так выборочно прочитал. Там статья намного больше была. Но шипы, смотрите, вот шипы, как бы, я-то думал, что это нам тут люди выдумку сделало про шипы на спине. Оказывается, нет. Оказывается, шипы-то у него на спине на самом деле были. Это раз. А во-вторых, что с возрастом у молодых животных они заметнее. Так же самое, как и шипы на голове. С возрастом маленький пахицефалозаврик мог быть Стигимолохом, а когда рос, у него рога могли исчезать. Тоже, как бы, почему эта теория имеет место быть? Потому что, как я и сказал, что роги недостаточно крепкие, чтобы выдержать удар, например, да. И когда они маленькие, то есть, маленький, естественно, динозаврик, они не сражаются между собой. То есть, они только достигая определенного возраста, становясь половозрелыми, способными размножаться, начинают бодаться. Ну, как бараны и как прочие другие животные. Так что, в молодости они не ломали бы шипы, потому что бы просто не дрались. Это раз. А во-вторых, в молодости они менее защищенные, менее сильные. И им шипы нужны были бы для защиты от хищников. То есть, вот эти две основных причины, по которым Стигимолох может быть маленьким пахицефалозавром. А когда он рос, шипы на спине становились меньше, роги и вовсе отпадали. Ну, а черепушка становила больше и прочнее. И тогда они уже могли пободаться и лбами. Вот такая вот, ребятки, вам теория. Так что, пишите свое мнение в комментариях по этому поводу. А я с вами прощаюсь. С вами был ваш Александр. Link again. До скорых встреч.